МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девять южноказахстанских компаний, торгующих углем, оштрафуют на 9 миллионов тенге. Областной департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей уличил их в ценовом сговоре. Вина трех фигурантов – дело уже доказано в Шымкентском административном суде. Они оштрафованы на сумму, превышающую 3 миллиона тенге. По остальным решение будет принято в ближайшие два дня. Их материал сейчас находится в туркестанском и арыкском судах. Напомним, что в октябре прошлого года на рынках области возник ажиотаж, подорожал уголь и образовался дефицит. Антимонопольным ведомством было проведено трехмесячное спецрасследование. Внедрение профессии будущего в систему отечественных вузов и привлечение иностранных студентов. Об этом на круглом столе по перспективам развития высшего образования говорили ректоры, депутаты и работники госорганов. В качестве положительного опыта учебным учреждениям рекомендовано обратить внимание на работу Назарбаев университета. В частности, предлагается трансформация частных вузов в некоммерческие организации с учетом международного опыта и, самое главное, самостоятельность учебных учреждений в открытии новых образовательных программ. Рынок очень сильно меняется, поэтому сегодня вузам важно иметь такую возможность. Мы проводим работу для того, чтобы была конкуренция образовательных программ. Министерство образования вместе с Палатой предпринимателей на сегодняшний день уже начало эту работу. Мы составляем рейтинг образовательных программ вузов нашей страны. Мы должны развивать в целом всю систему образования под современные требования и тренды. С 1 января вступили в силу поправки в пенсионное законодательство. В Едином национальном пенсионном фонде в Алматы озвучили первые итоги по новому порядку выплат накоплений казахстанцам. С начала года фонд обслужил более 38 тысяч пенсионеров. Напомним, что в соответствии с законодательством с января выплаты из ЕПНФ идут только на ежемесячной основе. Единовременно получить накопление из фонда могут только те граждане, у которых общая сумма сбережений не превышает 12-кратный размер минимальной пенсии – 405 тысяч тенге. В 2018 году число таких потребителей будет не более 43 тысяч человек. У кого сумма меньше, чем 12 минимальных пенсий, ежемесячные выплаты в размере 54% от прожиточного минимума, эта сумма накоплений должна быть свыше 4940 тенге, но менее 2 миллионов таких получателей в 2018 году будет порядка 62 тысяч человек. И ежемесячные выплаты, которые будут получать свыше 15 тысяч тенге, в 2018 году таких будет получать или более 7 тысяч человек. Новый комплекс пограничной заставы открыт на белорусско-литовской границе. Там будут дислоцироваться военнослужащие, которые охраняют участок протяженностью в 25 километров в Островецком районе. До этого личный состав размещался в населенном пункте Кореняты, в одноэтажном здании школы. Рабочий кабинет для офицеров и прапорщиков были оборудованы в двух вагончиках. Для проектирования современного двухэтажного комплекса командование учло особенности несения службы на этом направлении. Установлено необходимое техническое оборудование. На территории комплекса расположена площадка для рукопашного боя и учебное место для тренировок по огнестрельной подготовке. Позаботились и о бытовых условиях для солдат. В помещениях установлена удобная мебель и вся необходимая бытовая техника. Сегодня мы открыли очередной объект по ограниченной инфраструктуре на границе с Прибалтикой. Хочу напомнить, что составы, которые построены в этом году и будут построены на этом направлении, строятся за счет белорусского бюджета. Здесь мы охраняем границу совместно и еще раз подчеркну, не только свою границу, но и границу с датнелегальной эмиграцией стран Евросоюза. В российских магазинах набирает популярность акция «Полка добра». Смысл инициативы прост. Любой желающий может купить в супермаркете продукты и оставить их на специальном стеллаже. Оттуда позже их могут забрать нуждающиеся – инвалиды, многодетные родители, пенсионеры. Поначалу полку наполняли только продуктами первой необходимости – круп и хлеб, но теперь все чаще меценаты оставляют и сладости. Удостоверения у малоимущих никто не спрашивает. Но здесь уверяют – в основном акции пользуются спросом у многодетных родителей или пожилых людей. Причем часто одни пенсионеры помогают другим. Добрая акция организована сразу в нескольких регионах России – от Иркутска до Москвы. В Омнинске – Калужской области – уже целых 9 магазинов, где существуют так называемые «полки добра». Товары первой необходимости здесь оставляют не только покупатели, но и местные производители. Так, например, сюда каждое утро привозят хлеб с местного хлебокомбината. Еще теплый – с хлеба все и началось. Одним из первых батон белого и половинку черного стал раздавать предприниматель из Владимирской области. Равноправие и прагматика. Именно так оценил деловые отношения между Россией и Францией Владимир Путин. На встрече с представителями экономического совета Ассоциации «Франко-Российская торгово-промышленная палата» глава государства обсудил перспективы развития бизнеса. По его словам, за прошлый год товарооборот между двумя странами показал положительную динамику. Он добавил, что приветствует стремление французских корпораций размещать производство в России. В качестве примеров Путин привел автомобилестроительную компанию «Рено», которая выпускает автомобили в Москве, Тольятти и Ижевске, а также розничную сеть «Ашан», инвестирующую в переработку российской сельхозпродукции. В планах французских предпринимателей расширение промышленного производства на территории России. Крупные инвестиционные контракты между двумя странами будут заключены в мае на Международном экономическом форуме в Петербурге. Мы рассматриваем Францию в качестве одного из ключевых партнеров России в Европе. Стремимся развивать диалог с вашей стороной по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня на прагматичной и равноправной основе. И, конечно же, выделяем внимание торгово-экономическому сотрудничеству. Отмечу, что по итогам 11 месяцев 2017 года взаимный товарооборот увеличился на 15%. Накопленные капиталовложения из Франции в Россию достигли почти 14 миллиардов долларов. Более 500 французских фирм действуют в самых разных отраслях нашей экономики. В автомобилестроении, фармацевтике, в производстве продуктов питания, розничной торговли и так далее. Во Франции бастуют работники домов-престарелых. Персонал домов-престарелых по всей стране объявил забастовку и требует увеличить штаты сотрудников и финансирование. Сейчас один работник закреплен за шестью пожилыми людьми. Медработники не требуют, чтобы на каждого пенсионера было по одному ухаживающему. Это соответствует рекомендации правительства от 2016 года. Делегатов от протестующих в министерстве приняли. Выступая в парламенте, министр пообещала принять меры. В настоящее время французские дома-престарелых заполнены почти полностью. В них проживает около 750 тысяч человек. Бюджетные расходы на них за последние десятилетия увеличили вдвое. А сейчас это 10 миллиардов евро в год. Однако число пожилых в стране продолжает расти. Сегодня, приехав в Министерство здравоохранения, я узнала, как тяжело работать людям в домах-престарелых. И в бюджете на соцзащиту 2018 года мы учли нужды персонала, добавив 100 миллионов евро. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ объявил о том, что для помощи детям в зонах насилия и военных конфликтов потребуется 3 миллиарда 600 миллионов долларов. При этом во всем мире в поддержке нуждаются 48 миллионов детей. Значительная часть средств будет направлена для помощи сирийцам, включая 7 миллионов детей внутри страны, а также тех, кто бежал в соседние страны. По словам директора ЮНИСЕФ, по программам чрезвычайной помощи в зонах военных конфликтов наблюдается очень тревожная тенденция. Около 25 миллионов детей, которые живут в зонах конфликтов, не имеют возможности ходить в школу. В долгосрочной перспективе последствия будут очень плохими. Одна из стран, где дети наиболее уязвимы, это Южный Судан. Он отделился от соседнего Северного Судана в 2011 году. Уже 4 года здесь продолжается гражданская война, вызванная борьбой двух политических кланов. По данным ЮНИСЕФ, для помощи людям в этой стране необходимо более 180 миллионов долларов. Собрано только треть средств. В ЮНИСЕФ также считают, что в Южном Судане нужно остановить политику, тогда из детей сделают солдат. По данным гуманитарных организаций, в составе военизированных группировок страны числятся по меньшей мере 15 тысяч малолетних военных. «Мы запросили 3,6 миллиарда долларов, чтобы отреагировать на кризисы в 51 стране, чтобы оказать помощь 82 миллионам человек, включая 48 миллионов детей. «Мы видим новую норму, когда атакуют школы, больницы, медицинские учреждения в целом, водоочистные станции. И это недопустимо. Не только нападать на детские учреждения, но и вербовать детей. Недопустимо помещать детей в подобные условия». Трущобы Мумбаи самого большого города Индии. Ходить по этим узким грязным улочкам решается не каждый турист. Однако для самых смелых и любознательных здесь предполагают новую услугу. Так, одна семья местных жителей подготовила отдельную комнату, чтобы сдавать ее в аренду, как номер в отеле. Такого здесь еще не видели. Идея пришла в голову голландскому коллеге главы семьи. Для гостей подготовили маленький чердак. В лофте покрасили стены и оборудовали его плоскоэкранным телевизором и кондиционером. Для трущоб это роскошь. Но хозяева решились на инвестиции. В противном случае в жару непривычному человеку здесь просто не выжить, уверены они. За ночь в этой обители с гостей планируют взымать по 2000 рупий. Это 31 доллар США. Туалета нет. Придется пользоваться общественно. Предприимчивый голландец уже создал страничку на Facebook, чтобы помочь привлечь в трущобный отель гостей. Интерес есть, но посыпались и критики. Некоторые изъявляют, что этот проект показывает Индию с плохой стороны. Но от правды не уйдешь, уверены энтузиасты. В Мумбаи живет 20 миллионов человек. И 60% из них – обитатели трущоб. В этом городе также находится Тхарави – одна из самых больших трущоб Азии. Samsung всерьез берется за криптовалюты. Южнокорейская компания начинает производство чипов, предназначенных специально для их добычи. Майнинга. Первый покупатель – неназванная китайская компания. Подчеркивается, что Samsung здесь выступает именно как производитель полупроводников, а не как разработчик схемы. Хотя корейцы ранее представили несколько концептов майнинговых станций, в том числе ферму из серийных смартфонов. Согласно опубликованному отчету, за прошлый год Samsung стал ведущим мировым производителем чипов для полупроводников, обогнав лидировавший четверть века Intel. Экономическая политика Дональда Трампа приносит первые ощутимые плоды. После спада в конце прошлого года на рынке труда в США наблюдается подъем. Рост числа рабочих мест в январе ускорился на фоне повышения занятости. Годовой темп прироста заработной платы побил рекорд почти 9-летней давности, сообщает Министерство труда. Уровень безработицы остается стабильно низким – 4%. Количество рабочих мест в частном секторе выросло на 200 тысяч. Также в сравнении увеличилась и почасовая оплата труда на 0,3%. Теперь она составляет 26 долларов 74 цента. Рост показателей связывают с масштабной налоговой реформой, инициативанной правительством Трампа. Правда, эффект от нее, скорее всего, будет краткосрочно, считают аналитики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова